Ну вот на отшибись расставили немножко товар и думают, что так должно быть. А это что? Максимоти? По 20 бат, да? Видите? Немножко насвинячено, поэтому мы даже не подходили сюда. Поэтому аккуратнее вот именно с этим блюдом. Это беда-беда, я считаю, в Таиланде. Всем добрый день. Сегодня мы приехали, смотрите куда. Сайлана Лэва. Я даже специальную футболку купил. Видите, сегодня у нас будет опять завтрак. Попробуем немножко сэкономить. Ну не знаю, сейчас посмотрим, зайдем в ассортимент. В прошлый раз что-то такое видели, что можно было покушать подешевле, что-то новое попробовать. Ну давайте, зайдем, глянем. Как обычно, выбор у нас, конечно, очень непростой. Потому что вроде видишь витрину, да, знакомую. Ну как бы глаза-то разбегаются, не понимаешь, что взять надо. Я вот на вот это блюдо смотрел, свинина с жареным рисом. Ну это огромное для утра, что-то я не хочу такую огромную порцию. В обед еще можно или на ужин. Это курица жареная с рисом. Вот курица с чесноком и с рисом жареная. Хорошие, кстати, порции по 39 бат всего, огромные. Вот эти вот тоже, честно, непонятно, 42 бат, а тут омлет с рисом. С креветками. Э-э-э, с креветочками. Поэтому ценник такой. Вообще вот то, что я брал. В прошлый раз я брал свинину, но такую, а вернее курицу. А вот хорошая такая порция, красивая выглядит. 40 бат всего стоит. Но это тоже большая. А сейчас на завтрак надо что-то полегче. И вот мы ходили, 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 ходили и вспомнили, что мы смотрели мой выпуск в прошлый раз. И показывали вам вот эти равиоли за 39 бат. С сосисками. Ну, судя по пакетику, там очень всего мало. Ну, наверное, мы его возьмем. Либо я вот на эти шашлычки смотрю за 36 бат. Куриные. Так, ладно, сейчас чего-нибудь выберем. Все-таки я выбрал шашлычки. Но смотрите, вот, тут немножко перепутано. По-тайски, естественно, я не понимаю. Я сейчас объясню, как я понял, что тут перепутано. Тут написано 103 грамма. Берем упаковку. Здесь написано 80 грамм. А вот ценник, где написано 80 грамм. А тут стоит вот такой набор с едой, который 115 грамм. Вот к этому ценнику относится. То есть шашлычки у нас стоят 37 бат. Если я правильно понял, то именно такую цену на кассе мне и пробьют. В общем, смотрите на ценники, обращайте внимание. Ну, разница, конечно, небольшая. Но потом, когда вы будете на кассе стоять, вы будете думать, блин, а чего они другую цену отбивают? Обманули? Нет, это просто мальчик или девочка, которые товар расставляют. Ну, вот на отшибись расставили немножко товар и думают, что так должно быть. Поэтому обращайте цену, ой, внимание на цену. Так, ну, из десерта тоже решили, как сказать, взять что-то по минимуму. Опять же, завтрак. Сильно не хочется есть. Ну, вот такой одну моти, конечно, на одного, на двоих, вернее, будет малым. Поэтому мы взяли вот такую моти. Тут их, наверное, будет две, а может быть и три. Это похоже на наши конфеты. Помните, такие были раньше? Назывались трюфель, обсыпанные какао или чем. Я думаю, это то же самое. В общем, взяли такую упаковочку. Еще что нас тут зацепило? Внимание, вот такой десерт. В виде сыра, я так думаю, что на вкус, как сыр, 30 бат стоит со скидкой. Был 35. Вот видите, они опять тут перепутали. Поставили сюда и сюда, и я думал, что 19 стоит. Потом оказалось, нет, не 19. Вот, кексики, в принципе, они такие недешевые у них. А вот булочки разные. Кстати, вот это в прошлый раз, по-моему, я не видел. Мини-круассаны какие-то. Вот, прикольно, за 27 бат. А это что, Максимотти? По 20 бат, да? 25, вот есть. 29. Еще огромный. А, ну это не мотти, это уже какой-то бисквит. Так, ладно, теперь нам нужно выбрать, что попить, и будем кушать. Хотели взять напиток вот здесь вот, вот в этом автомате. Ну, что-то здесь какая-то авария произошла. Что-то все разлилось. Видите? Немножко насвинячено. Поэтому мы даже не подходили сюда. Сейчас они еще даже не убрали. Поэтому мы решили что сделать? Мы решили взять кофе, да, по акции. Либо вот Берди, вот это вот, за 29 бат, 2 баночки по акции. Либо Нескафе, то же самое, по акции, за 29 бат, 2 баночки. Что, берем Берди? Все, взяли зеленые, эспрессо и робусто. 2 баночки за 29 бат. Ну, все, пойдемте на кассу. Так, вот, смотрите, со скидкой получилось 123 бат. А 5 бат нам скинули, это на кофе, наверное, еще на что-то. Но придется рассчитываться наличкой, потому что 200 бат, меньше, чем 200 бат. Так, погрели нам еду. Давайте сначала посмотрим мои шашлычки. Потому что я не знаю, что это такое. О, прикольно выглядит. Это как на рынке, знаете, на ночном. Маленькие шашлычки по 10 бат. Здесь у меня их 4 штуки. 4 палочки. А, нет, даже 5 палочек. Но если по 10... Блин, как пахнет вкусно, соус! Я даже считать перестал. 5 шашлычков по 10 бат, это уже 50. Уже сэкономили. Сейчас я понюхаю соус. Я не знаю, что они туда добавили, но это вкусно пахнет. Ну, как всегда, слюна потекла. Это что-то острое, скорее всего. Потому что перцем пахнет. Ну и давайте гёзы сразу посмотрим. Их тоже погрели. Гёзы в японском соусе. Называется вантоне. Вантоне? Да. Ну пусть будет вантоне. Так, а соус куда? А, на них, наверное, да? Вот так вот соус мы выльем. И вот такой вот прикольной вилочкой их будем есть. Не клади на них. Да? Ну всё. Ладно, давайте будем кушать и пробовать. Вернее, пробовать и кушать. Так, давайте пробовать шашлычки. Перед этим продезинфицировали руки спиртовым гелем обязательно. И ещё один совет. Ну, можете, конечно, прислушаться, можете не прислушаться. Вот эту часть банки, когда мы открываем, я тоже вытираю салфеткой. Потому что, ну, как бы мы прислоняем её непосредственно к рту. Вот, где банки эти стояли, но это кофе, это не грязно. Где стояли эти банки мы не знаем, поэтому мы всегда так делаем, но на всякий случай. Ладно, давайте пробовать шашлычки с соусом. Интересно. Я не спрашивал, кстати, острый, не острый. Соус не острый. Соус вкусный. Но на самом деле шашлычки, они не из мяса. Они из фарша. Ну, чувствуется, что это курица, да, что там нет ничего лишнего. Но необычно. Вкус с соусом, вот этот фарш, он тоже какой-то, ну, видать, маринованный. Подождите, или не фарш, или это кусочки. Я просто не пойму. А, нет, это не фарш. Это просто филе, грудка. Она, видать, так приготовлена, что кажется, как будто фарш. Вкусненько, как твои вантоны с соусом. Вкусные. Вкусные? Так, но я пробовать не буду, потому что я знаю, какие они вкусные. Я в том году их ел. Я сделаю по-другому. Я сейчас в этот соус смакну свой шашлычок. А вот соус в этих вантонах, вообще огонь. И причем, я так понимаю, судя по количеству еды, порция вантонов, смотрите, больше. То есть, позавтракать ими, этими вантонами, будет сытнее, потому что шашлычки, ну, совсем маленькие. Но они и стоят столько. Но вкусные. Сейчас еще больше я распробовал соус вот этот. Все вот так вот в комплексе. Но мне нравится. Кстати, кофе сейчас, минутку. Очень вкусная робуста, кстати, бёрдик, кофе. Мы брали и три в одном, и брали в зернах вот этой фирмы. Нам очень нравится. Особенно три в одном, он такой, как сказать, ну, очень приятный нам вкус. А у тебя как эспрессо? Вкусный. Вкусный. Ну, все, давайте дальше кушать. Потом дойдем уже до десерта, потому что моти я очень хочу попробовать. Кстати, еще хочу сказать, если будете брать такие шашлычки, то аккуратнее. Видите, соус, он сверху не закрыт ничем. И если вам погреют, подадут в пакете, чтобы вы пакетик несли аккуратно, ну, чтобы не вылилось. Вот здесь вот почему-то чуть-чуть вылилось. Не знаю почему. Я могу догадываться, почему. То есть, когда вы с витрины берете, вот на витрине он стоит вот так вот. Вы берете, смотрите там, сколько грамм, переворачиваете. Скорее всего, в этот момент соус и вытекает. Поэтому аккуратнее вот именно с этим блюдом. Так, покушали. Вернее, позавтракали. Для завтрака вот то, что мы взяли. Кстати, вполне себе достаточно. Я думаю, что сейчас кофе, остаток кофе, который остался с моти, который мы сейчас откроем, будет приятным завершением нашего завтрака. Сейчас мы их откроем. Ну, как сейчас? Что же у них за пакеты-то такие? Блин, где-то секретик, что ли, есть. Есть упаковки, которые просто невозможно открыть, как бы ты ни старался. Ну, другого выхода нет. Во. Два часа лета. Да, да, да. О, слушайте, как я и говорил. Смотрите, какая красота. Это типа конфеты трюфель советские. Во. Произведение искусства. Три моти. Вилочка. 45 грамм. Вот они, видите? Ну, на вид. На вид прикольный. Давайте попробуем на вкус. А, ну да, еще вилочку же надо на где-то встать. Поехали. Как там на срезе, ну-ка, на укусе. Ммм. Классическое тесто, рисовое. Моти. Отсыпка какао и внутри шоколад. Это волшебные какие-то десерты, если честно. Очень вкусные. Нежные. Ну и стоят недорого. Дома моти почему-то стоит как самолет. Не знаю почему, хотя сделано из дешевого рисового теста. И начинка там тоже всегда банальная какая-то. Обычный джем, но он дома. Не знаю. Но именно вот это вот. Именно вот это. Очень советую попробовать. Это прям бомба. Ну как по мне, потому что я люблю и шоколад, и какао, ну и любой другой десерт. Поэтому мне очень вкусно. Совсем забыл сказать, ну я говорил в начале видео, что я купил футболочку, видите, специальную 7-11. Кстати, офигенная футболка. Такая, ну, хлопок, наверное, не знаю, но очень приятная. Сейчас я вам покажу, где я ее взял. Купил я ее в этом же магазине. Тут есть такая полка с продукцией 7-11, мерч, так называемый. Вот она. 169 бат стоит. Вот такая футболка. Тут размеры указаны. Я взял 40 размер. Вообще ношу L, но вот я взял 40, тут написано. Мне прям один в один подошло. Есть черные, вот такие красивые. А вот в тот раз их не было. Вот черную я себе тоже, наверное, прикуплю. Вот с таким дизайном. Смотрите, какая классная. Есть полотенце за 199 бат. Так, размер... Размер я не вижу, но... Но они очень большие. Судя по тому, как они свернуты. 199 бат стоят. Ну и сумки есть пляжные, я так понимаю, да? Или просто шопперы Севеновские. 79 бат вот такая сумочка стоит. Красивая. А, вот пляжные сумки. 199 бат. Либо это сумка... А, слушайте, это не пляжная. О, классно! Это сумка-холодильник. А в тот раз что-то я даже не посмотрел. 199 бат. Очень плотная, красивая сумка-холодильник. В общем, не проходите мимо вот этих вот полочек. Что-то, может быть, для себя и присмотрите. Давайте подведем итог сегодняшнего завтрака. Вот наш чек. Я его уже показывал на кассе. Тем не менее, еще раз покажу. Вышло у нас 123 бата всего лишь. Наш завтрак. Ну, в принципе, сейчас вот кофе допили. Ну, и как бы, да, нормальный, вполне себе сытный, хороший завтрак. Вот сидим в приятном магазинчике, смотрим на улицу. Интересно, через телефон как бы просвечивает улицу, а глазами так не сильно-то и видно, что там. Потому что сетка, вот она. Прикольно как-то сделано. Ну, то есть, вот окно, да, а вот сетка. Через сетку видно, ну, когда телефоном камера показывает, а глазами не очень видно. Ну, ладно. Ну, и, как всегда, куча мусора осталась от такого маленького завтрака. Это беда-беда, я считаю, в Таиланде, потому что, ну, не может быть за 123 бата вот такой огромный пакет мусора. Надо что-то с этим делать. Но пока они с этим ничего не делают. Вот такой был сегодня завтрак, вот в таком магазине. А мы поехали домой. Всем до свидания.